Мечеть Юкараджами настоящая жемчужина Алушты. Она была построена в середине 19 века на самой высокой точке города. Отсюда и название Верхняя мечеть. Эту мечеть наши предки построили в 1835-1836 годах. Свидетельство тому, вот эта стена, которая находится сзади. Сам джемат Алушты, который проживал на то время здесь, они совместными усилиями построили эту мечеть. Мечеть вобрала в себя архитектурные традиции красивейших мусульманских культовых сооружений. По свидетельству старожилов, окна на втором этаже украшали искусные витражи. Пол, потолок, а также внутренний балкон женской части мечети были выполнены из дерева. Стены храма покрывала изящная роспись. В 30-е годы 20 века мечеть Юкараджеми разделила печальную судьбу большинства мечетей Крыма. В связи с антирелигиозной политикой, которая проводилась в Советском Союзе в 30-м году, все религиозные объекты, они изымались у религиозных общин и передавались на общественные нужды. Вот таким образом борьба с религией шла на тот период. И минореты, которые имелись при мечетях, их валили. До депортации здания передавали в ведение различных служб. С 60-х годов в бывшей мечети функционировала Алуштинская детско-юношеская спортивная школа. Юкараджеми вернули мусульманской общине только в 1994 году. От здания к тому времени сохранились лишь стены, фундамент минорета и некоторые элементы, напоминающие о духе того времени. Кроме стен сохранилась вот эта вот стена, которая была отреставрирована нашими реставраторами. И мы видим вход в минорет. Это вход в минорет. Вот он остался, какой он был ранее. Вот здесь и краска сохранилась, и кладка сохранилась. Отделка полностью новая, но видно, что в стену раньше для того, чтобы акустика хорошая была в мечети, они замуровывали кувшины. И вот отверстия от этих кувшин до сих пор есть. Здание находилось в плачевном состоянии. Исторический облик мечети был полностью утрачен. В 2002 году благодаря турецким инвесторам началась реставрация Юкараджеми. В 2002-2003 поменяли крышу и построили минорет. Затем проработка прошла по отводу земли и был построен Аптихани, который здесь имеется. И изгородь поставили. То есть внутренний дворик появился у мечети. И с того времени, уже 20 лет, данная мечеть имеет вот такой вид. Работы проводились по архивным фотографиям. Стены молитвенного зала покрыли росписью, деревянные балконы украсили резьбой. Пристроили новый минорет высотой 18 метров, с которого сегодня пять раз в день звучит эзан. Мечеть вмещает до 200 человек и часто принимает гостей. Двери мечети в городе Алушта, они постоянно открыты. И все, кто пожелает, они приходят. Нам очень приятно, когда проходят здесь соревнования спортивные. И приезжают с Африки, люди из Средней Азии, там мусульмане приезжают. И они, слыша эзан, приходят сюда и молятся. Африки, люди из Средней Азии.